что там у вас за звуки это вода появилась есть мы в эфире добрый вечер я психотерапевт александр данилин и мы сегодня извините кто читал мы сегодня изменили тему потому что вот появился павел и предложил поговорить о том наука психология или нет вопрос для меня в общем тоже актуальный и я с радостью согласился потому что вдвоем как-то веселее поэтому ничего не знаю поэтому ваш сам расскажет что он хочет от этой темы мы послушаем хорошо здравствуйте павел вам слово здравствуйте вообще вопрос у меня давно у вас подняли психология вообще наука о чем физику возьмем мир ее то любой если честно то в квантовую физику тоже поверить не так легко потому что почему-то некоторым легче чем психологии вот я потому что квант очень практически невозможно себе представить вообразить но неважно и душу себе представить нельзя да это что такое психика это ведь душа в первую очередь души можно а вот интересно как как раз поэтому я хочу спросить вас ну я не подбирал рисунки но вообще представление душа было в разные времена очень много в том числе и визуальных как бы вот североамериканские индейцы представляли себе что душа находится у человека в горле и представляет собой такую вьющуюся дымную ленту поэтому трубки курили они объединяли души с богом вот опускали туда дым оттуда поднимались души все видели искренность их душ и души эти соединялись с богом ну ладно ну так вы то как считаете паша сами психология это наука или нет я считаю что это наука наука такая знаете находящаяся вот как илья муромец на пересечении трех а то и пяти дорог не знаю эзотерики хотя тоже считается наукой да там физики значит химии биологии то есть точных наук и она находится как бы и не там и не здесь она и не гуманитарная она и не точно она одна стоит поле как воин и все на нее нападают ну на данный момент тогда может связано с нашей истории ну примете какая штука в общем для меня тут очень сложная история правда очень сложная я предпочитаю я сразу давайте скажем считать психологию искусством и мне так проще и психотерапию заодно тоже и психоанализ тоже в общем все все то что мы считаем науками с приставкой психо вот почему я попробую объяснить ну на самом деле все очень просто потому что в первую очередь потому что наука вообще наука это она претендует на некие объективные знания действительности то что можно проверить ну по крайней мере то что принципиально воспроизводимо не то что можно проверить иногда но то что можно воспроизвести как бы воспроизводимое сочетание некоторых событий в реальности мы считаем фактом факт это то и не совсем то что можно пощупать ну то что воспроизводится и повторяется из раз в раз это называемый научный эксперимент занимать как результат научного эксперимента до который ну как бы занимается отделением фактов от иллюзий чего-то такого факта что такое твердое которое в этой нашей реальности не 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 гипотетической реальности воспроизводится в целом вот это вот и есть наука и сразу же у меня рождется вопрос дальше дальше исключительно на основе воспроизводимых фактов мы можем синтезировать обобщения и как бы наблюдать и описывать закономерности и так далее и тому подобное но все это делается на основе факта да слушаю вас так вот если возьмем картину скажем ван гогу не знаю вот еще хорошего художника который может воспроизводить эту картину это у нас что получается научный эксперимент то есть мы подтвердили что искусство это искусство рисовать это значит точная наука ну просто не совсем понятно почему вы считаете подделку эксперимент не считая как раз спрашиваю экспериментом является фактически наше восприятие правда отличимую подделку вот подлинного рисунка ван гога или не отличим как бы и это в общем совершенно не факт это вопрос субъективному восприятию вообще тут все очень сложно потому что на самом деле вот это дихотомия субъект и объект она существует всегда ее практически невозможно преодолеть как бы где и субъект там есть объект где есть объект там есть наблюдающий этот объект субъект и следовательно взгляд его взгляд на объект или на факт всегда будет субъективен и это и вот этой демагогией постоянно пользуются те кто считает что психология наука ваш вопрос и наши возможные размышления на тему как бы реакции зрителей например на подделку ангога или на само срисовывание точное воспроизведение его картины которая кстати говоря как показывает практика никогда невозможно даже если автор подделки сойдет с ума идентифицирует себя с ван гогом то есть будет например считать что он одержим его духом все равно все нюансы будут отличаться я хочу сказать что но бог с ним я сейчас хочу сказать что на самом деле этим занимается наука наука блин которая называется искусство ведение скажем это уже отдельно да а еще есть киноведение литературоведение могут ли они считаться науками я вот например убежден что нет и недаром готовят специалистов по киноведению как бы литературоведению и так далее и тому подобное те же институты например высшие учебные заведения которые готовят деятели искусства самих художников и так далее и тому подобное вот собственно говоря почему ну потому что в области отношений двух субъектов не может быть никаких на сто процентов воспроизводимых и повторяющихся фактов да потому что как бы объект психологического исследования одновременно является субъектом точно так же как и исследователь он тоже является субъектом он приходит сразу связи с этим такая вещь как если ты будешь глядываться другом вверх она начинает глядываться в тебя да из этой серии примерно хотя я имею ввиду гораздо более простой уровень я имею ввиду как бы совсем простые вещи литературовед исследует субъекта и стало быть не существует ну кроме конечно марксистско-ленинского понятное дело не существует никакого никакой точки зрения ну скажем на булгакова да которая будет однозначно и абсолютно научной нельзя выработать такую точку зрения да литература вед точно так же как психолог рассуждает на душе о душе другого человека и вообще кто такой по сути своей литература вед или киновед или да как бы искусствовед обычно или театровед вот эти все веды вот они по сути свои писатели да они занимаются тем же искусством но на определенную тему они на самом деле не исследуют а пишут и как бы вообще на самом деле современный мир современное мышление такое что мы можем приписать искусствоведам и литературоведам некую псевдоатрибутику объективности но ситуация в которой вот совершенно очевидно в которой один субъект исследует другого субъекта и и чем корректнее литература вед тем меньше его мнения являются осуждением ну как бы как только возникает великая наука в психиатрии она называется фотография это значит исследование душевных болезней великих людей ну или по крайней мере творческих личностей об одном толстом вообще было написано четыре фотографические монографии описали академики или кто как ну в общем да профессора скажем так ну сейчас это же рассказывать можно бесконечно я хочу сказать что в разные времена с девятнадцатого века я хочу сказать что как только то человек пытается быть объективным и сделает вид книжки что он врач и ставит тому же толстому диагноз это сразу перестает это во первых сразу некорректно потому что понятно что существует некоторый мотив этого психиатра который пишет о великом человеке когда он объявляет его шизофреником эпилептиком эпилептиком неважно кем еще он при этом вроде как переходит на объективные объективные рамки науки на самом деле он остается все так же субъективен он показывает свое превосходство над львом толстым вот лев толстой был умный а я еще умнее потому что я вижу что все что он написал это фигня производная его болезни действительно я часто встречаю в интернете статьи где люди самоутверждаются за счет мертвых классиков да это способ самоутверждения какая же тогда к чертовой матери эта наука простите меня ну она превращается в некоторый род и между прочим существует прекрасное просто прекрасное исследование и уже не одно и отечественные и зарубежные вот этих способов самоутверждения психиатров поскольку из них уже можно писать целую историю как бы вот и получается что когда субъект исследуют субъекты это все равно искусство как бы и все равно некий вариант ну специфический до писательского труда ну что делает писатель писатель с помощью слов фактически исследует душу воображаемого персонажа или персонажей да какой-то в какой-то в какой-то истории которая как правило социально но есть даже и другие писатели которые в общем и этого то не делают в модернизме и постмодернизме таких писателей вот смотрите а что делают писатель он из некоторого целого целого мира или целого общества или там целостной религии выгрызает какой-то кусочек и с его помощью создает свою субъективную картину целого что сделал фрейд по сути своей то же самое если вы меня спросите кем в первую очередь были фрейд юнг ну они были писателями как бы писателями произведшими на самом деле колоссальное впечатление удивительное дело в первую очередь смотрите не на реальных психотерапевтов на массового читателя она массового читателя и на искусство ну сначала вот я так думаю что фрейд и юнг оказали колоссальное влияние колоссальное до сих пор недооцененное на литературу на кино ну помните я как-то рассказывал что нету юнга и его ученика прямого джозефа кэмпбелла как бы нету звездных войн я помню рассказывал ну в общем вот это вся вся эта история а потом уже это массовая культура искусство влияла сильнее чем сами фрейд и юнг потому что не так в общем много людей их читала правда оказывает влияние на то есть вот этого самого массового зрителя или на массовую культуру кто-то взял их идеи переработал они пошли дальше возьмут уже тысячелетий герой герой из тысячелетий но в основном тот же тысячелетний герой используют его не психоаналитики практики те которые концепция то туда пошла взял его потом переработал уже использовали используют их в первую очередь ну то есть как сказать сейчас без психоаналит психоаналитического инструментария реальное вот как бы такое научное в кавычках киноведение невозможно интересное там уже научное интересное невозможно как бы литературоведение без использования психологического аппарата и в первую очередь психоаналитического невозможно а спросите у психиатров и психологов насколько они используют тот же самый психоанализ его термины приемы то выяснится что прочесть почти не используют и даже мало знают реально в нашем отечестве скажите пожалуйста это плохо по вашему или хорошо по моему это плохо они не умеют управляться с душой человека получается я не я не уверен что вообще управляться с человеческой душой это есть хорошо я хочу сказать вот что я хочу сказать что что они делают они делают следующую вещь они берут все и писатели и психологи я пытаюсь обобщить они берут некую человеческую целостность причем подчеркиваю нормального человека потому что психолог отличается от психиатра тем что психолог исследует здорового человека его нормальное функционирование и с помощью терминов вырезают куски и все эти куски они объявляют по сути своей сущностями они производят операцию которые я хотел говорить и нам буду говорить седьмого числа можем вместе поговорить здоровой которую я называл которую сейчас наиболее общепринято называть диссоциацией объясню вот я не знаю какое-нибудь понятие которое которое плавает в медицине или появляется в медицине или психологии ну я не знаю мне конечно ближе термины патологии ну скажем социофобия поязнь общества понятное дело что никакой социофобии вот в реальность не существует ну и во первых реальность не существует а во вторых проблема заключается в том что в принципе этот термин придумали изначально исследователи работающие на фирмы фармакологические по производству антидепрессантов и он был придуман для того чтобы распространять антидепрессантов а дальше он как бы оживает люди начинают ходить к врачам жаловаться на социофобию кто-то так оправдывает собственное социальное бездействие в общем в 90-х годах возникла эпидемия социофобии сейчас как-то сейчас как-то как-то утихше этим термином очень мало пользуются его как бы забыли а сейчас что в ходу это происходит и в других на самом деле всяких разных медицинских областях ну вот я всегда смеюсь что как сложно с целостностью человека разбираться все болезни когда-то были от нервов была неврогенная теория патологии все болезни были аутоиммунными как-то был такой период коротенький когда считали что все болезни они вызываются вирусом герпеса и лечили их черт знает какими страшными антибиотиками практически как онкологические цитостатики по мощности действия ни за что ни просто лечили в этих антигерпетических центрах а все это понятия придуманы каким-то писателем ну как бы герои писателев писателев Остап Бендер Воланд они же тоже оживают да мы их часто вспоминаем кто любит этих авторов как бы мы точно так же оживают герои фильмов точно так же оживают и вот эти всякие волшебные понятия они как бы вырезают кусок каждый психолог стремится вырезать в этой первичной целостности некий кусок вот есть ну какие-то понятия которые я вовсе не считаю ложными ну там вот эмоциональный интеллект не было не было никакого эмоционального интеллекта я имею в виду конечно были эмоции описываемые разными авторами и был интеллект да и была необходимая человеку способность выражать свои эмоции были разные понятия связанные с этим важные ну скажем для меня очень важным понятием является алекситимия алекситимия это неспособность выражать свои мысли бедность языка из-за бедности языка мы очень большим трудом особенно мужчины умеем говорить о своих эмоциях и я на группах на своих тренинговых все чаще все больше и больше в этом убеждаюсь очень трудно говорить о чувствах появился термин эмоциональный интеллект и он сразу ожил хотя хотя ну как сказать все феномен все феномены которые в это понятие входят уже давным-давно всем были известны психологам там психиатрам не знаю ну а разве это неправильно в каком-то смысле сразу появились ну как бы я же сейчас даже а вообще может быть правильность да как бы как бы может быть правильный писатель не сомневаюсь конечно или вот кто прав там вот Асаджиоли создатель психосинтеза Морено создатель психодрамы которого в 14 лет получил божественное откровение и ушел из дома как бы кто вообще прав на отделение на черное и белое мы так не равны да 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 никто и все вся проблема в том что ну видимо да все Фрейд еще видимо не мог предположить Юнг уже предполагал видел эти процессы и писал о них как бы суть в том что все эти вещи эмоциональный интеллект ну нужное понятие хорошее понятие как бы и там социофобия или то во что сейчас превратилось понятие депрессии это все превратилось в бренд вот этот процесс брендирования я не знаю я правильно говорю пашу брендирование конечно есть да то есть вокруг каждое из этих явлений превращается в сущность и начинает раздирать человеческую психику на части и вот писатель это некоторый идеал на самом деле психолога как мне кажется потому что писатель по сути своей разница только в одном психолог ощущая свою безопасность и отсиживаясь за термином наука как бы претендует на объективное на объективное выхватывание какого-то куска из человеческого целого там кто-то опирается на смертельно устаревшую теорию деятельности кто-то на павловские рефлексы кто-то на скиннеровский бихевиоризм доказавшие свою пустоту да как раз вообще говоря сегодня психология это система редукционизма это что такое редукционизм или там говорят редуктивный физикализм он означает что состояние сознания например идентичны состоянием мозга а процессы в сознании идентичны процессам в мозге то есть состояние нейронов да есть разные другие теории редукционизма или идентичности например ну например нет не обязательно потому что мы все время как бы все занимаются редукционизмом упрощением или сведением которое порождает сущности да как бы что такое редукционизм ну вот например в конце концов фрейд правда это преодолел давайте хоть его фотографию поставим для разнообразия а то мы так монотонно бугним как бы он свел все к фактически либидо да к половому инстинкту это это форма редукционизма и вы помните наш же с вами разговор в котором вы вспоминали вот это не может же вечность висеть на одном гвозде правда совершенно верно вот редукционизм это сведение это Юнг и слова Юнга кто не смотрел тот наш разговор так вот редукционизм это сведение к одному гвоздю и этот гвоздь пользуясь понятием объективности начинает раздирать на части вот как бы человеческое существо ну вот смотрите что рисовал Дали когда рисовал свои знаменитые ящики да он фактически рисовал тот самый редукционизм вот как будто из нас можно выдвинуть кусок и через этот кусок объяснить нас целиком и то что мы называем наукой в первую очередь психологической наукой это есть создание таких ящиков я пользуюсь метафорой да потому что художественной метафорой потому что она лучше для меня всей остальной психологии объясняет чего сейчас происходит с человеком вы же мне паш рассказывали расскажите эту историю или ваш вопрос про человека который отказывается ходить к психологу ну я думаю у каждого из тех кто присутствует в чате не только есть такой человек который классически говорит подойдешь с ним сходить даже не психотерапевт или карательная психиатрия в частности из ваших лекций знают что это такое а он говорит тебе я не сумасшедший и почему-то эта позиция у миллионов наших сограждан сохраняется может быть мы чем-то отстаем от других ведь в Америке в любом фильме 90-х годов посмотрите там в любом фильме есть такая вещь как я пойду к своему психологу да там кто-то идет постоянно к своему психологу не может от него никак уйти а у нас наоборот я не сумасшедший и все ну вот да я тут вот от вас же слышал что вы были на занятиях по эриксоновскому гипнозу да действительно я хочу сказать такую вещь вот про я ну я всегда пытаюсь объяснить что нет никакого эриксоновского гипноза как метода нельзя как бы сказать вылечить человека на сеансе эриксоновского гипноза это чушь ящик вот это вот ящик еще один как бы выдвинутый или вдвинутый в человека эриксоновский гипноз это метод эффективного общения это метод достижения взаимной симпатии или метод помощи человеку через любовь да а в отличие от обычного гипноза он как бы ничего ничего не в состоянии решить он не терапевтический метод он инструмент для решения каких-то проблем и целей поставленных клиентом или пациентом как ты как хочешь назови вот как только я вижу объявление там написано лечу эриксоновским гипнозом так учтите люди к этому человеку уходить нельзя вот потому что он превращает некоторый легкий красивый инструмент общения в ящик в товар который он пытается продать и эриксоновскому гипнозу как и другим методом взаимной симпатии продажи товаров категорически противопоказаны вот это ведь наверное есть брендирование о котором я говорю но его психологическая суть является попыткой разорвать человека на части поэтому я думаю иногда так ли не правы наши соотечественники которые боятся ходить к психологу и психиатру они ведь боятся что такое вот человек же не понимает ни что такое сумасшествие ничего лечит психиатры абсолютно только из картинок в телевизоре а там показывают такое да ничем занимаются для них это все как бы одна сатана чего они смутно боятся они смутно боятся того на мой взгляд что их порвут на части а я всегда вспоминаю из баранкин будь человеком да сначала морилку потом сушилку потом выпрямилку то есть как бы что психолог найдет в человеке что-то такое чего он сам в себе не видит а разве не для этого ведь мы как бы смотрите тут есть некоторая разница вот это найти схватить и определить мы внутренне боимся классифицирования то есть вот той самой псевдонауки которой и занимается психология мы боимся диагнозов и в общем вы знаете правильно делаем ну честно потому что ну я не знаю грубо говоря вот это безумная модель да вы меня простите перебил но у нас получается интересно я смотрите вы приходите к терапевту а он говорит там или к психологу у нас сейчас такие психологи сколько хочешь это точно они это получили образование клинических психологов помощников психиатров и вот он говорит у вас шизофрения это почти как сказать у тебя рак вот а человек не понимает что такое шизофрения и он начинает какую-то часть своих естественных и нормальных мыслей и чувств считать отдельной и враждебной сущностью как бы ну хорошо давайте не будем бесконечно про шизофрению вот приходишь к психологу он говорит блиин у тебя совершенно нет эмоционального интеллекта и ты так где мой эмоциональный интеллект вот то есть смотрите и это вообще функция психологии как науки как науки выделить какую-то часть как-то ее назвать человека напугать и сделать так чтобы он сам себя боялся и чтобы в нем завелась какая-то сущность опасная опасная я не знаю шизоид или абсолютно непонятно или там аутист или что-нибудь в этом роде да отсутствие эмоционального интеллекта это тоже какая-то такая непонятная но опасная сущность и вот когда человека пугаешь он начинает распадаться вот на эти вот ящики на части этот эффект который производят слова а слова эти возможны потому что подо всем этим существует некоторая псевдонаука псевдонаука да ну знаете происходит я там можно разными способами об этом говорить но я не знаю вот там пишут мне все время люди вы там говорите чего хотите а экстрасенсы существуют вот приходит человек к такому экстрасенсу которого на рекламе написано кандидат психологических наук астролог и экстрасенс вот и он говорит вас испортили знаете вот у вас есть тетка если вы верите что экстрасенсы где-то бывают это входит в систему вашего мировоззрения то у вас заводится некая сущность под названием порча вы становитесь подозрительными вы начинаете какой-то я не знаю зуд в левом боку считать влиянием порчи и так далее и так далее и тому подобное то есть вы сами в себе вы из себя выдвигаете ящик или вот как бы начинаете ощущать в себе такую сущность депрессия это такая сущность потому что если мне поставили диагноз депрессия а это с удовольствием делают психологи тоже то это значит что у меня не может портиться настроение ну не может если у меня испортилось настроение все у меня депрессия а настроение может портиться от перепадов погоды и оно должно портиться от того что мы поступаем неправильно или принимаем неверные решения это наша здоровая эмоциональная реакция но так как нам сказали что мы больны депрессией и нам надо срочно лечиться неважно таблетками или психологическими методами то мы начинаем пугаться своих собственных да плохих настроений ну вообще говоря всему этому я не знаю знаете вы или нет но я большой любитель поскольку мне это все очень близко этому посвящен шизоанализ жили-делезы да шизоанализ это такое направление постмодернистской философии и одновременно психиатрии потому что философ жиль-делез его разработал и психиатр и психоаналитик феликс гватари такой две книги они написали не простых одна называется анти-эдип а вторая тысяча плато или капитализм и шизофрения ну ладно это сложная история согласен далеко у меня такой вопрос сейчас сейчас я попробую сейчас паш я да ну вы знаете дорогой я же да всегда пытаюсь непростую мысль это точно глубоко обойдя все так вот я хочу я хочу сказать одну вещь я хочу сказать что если бы те психологи уважали целостность мира так как ее уважает не знаю великий композитор хороший художник или хороший писатель который не выражает вот некого окончательного мнения и не ставит диагноз а который помогает то есть если бы психолог умел воспринимать свою науку не как окончательное мнение а как искусство не судить умел бы не судить совершенно точно то тогда этого бы не было ну вот я не буду рассказывать хорошо про шизоанализ да я не смогу но я какие-то важные вещи выделю для меня сейчас в этом нашем разговоре так вот так вот есть два важных понятия в антиедипе в первую очередь первое понятие это резома резома это термин заимствованность ботаники а где означает спутанное строение корневой системы растения то есть центрального стержня нет и резома это если хотите наша тотальная зависимость бесконечная сеть связей культурной зависимости невозможно в этой путанице корней невозможно выделить главного какие связи важны какие связи не нужны невозможно вообще вычленить свое и чужое как бы ты весь опутан сетью чужих мнений чужих принципиально из которых ты ничего не можешь выделить ну понятно что это некая противоположность дереву самому то есть центрированной структуре основанной на каких-то базовых представлениях о себе а второе такое же представление это тело без органов тоже может быть слышали вообще это понятие взял антонина арто в общем сама по себе история потрясающая интересная вся про искусство так вот наше актуальное тело и душа для делеза это резома да то есть вот это вот некое сплетение чего-то сплетение чужих неоформленной нестабильной материи но кроме него существует тело без органов как бы есть актуальное тело и виртуальное тело а виртуальное тело это вот это самое тело без органов это запас потенциальных возможностей запас возможностей чего-то другого других отношений других эмоций, других аффектов, даже другой манеры двигаться. Вот этот источник возможностей и называется у них телом без органов. А сделать себя телом без органов, это означает экспериментировать с собой, чтобы делать актуальными свои потенциальные возможности. Дальше не пойду, хорошо? Интересная тема, отдельная, мне кажется. Они придумывали свою терминологию, мне это очень симпатично и близко. Чего-то я, наверное, не понимаю. Я хочу вот что сказать. На самом деле, почему я эти термины вдруг вспомнил, привожу? Потому что в шизоанализе достаточно одной простой вещи. Самого факта вот этого ощущения тела без органов. Как бы если психолог видит это тело без органов и пытается как бы извлечь потенциальные возможности, расширить человеческие возможности, достать ту бесконечность актуальную, которая в нем есть, он занимается искусством. Как говорил Дерез, он что-то чертит на теле без органов. Как бы это искусство. Я весь шизоанализ привожу именно для того, чтобы это объяснить. Он что-то рисует на теле без органов. Не знаю, как это проиллюстрировать художественно. Ну, отчасти могу, между прочим. Потому что, на самом деле, вот для меня то, что... Ну, возможно, Дерез со мной бы покойный, со мной бы и не согласился категорически. Но для меня то, что они, Дерез и Гватари, назвали телом без органов, очень точно передает знаменитый рисунок Леонардо да Винчи. Разумеется, это... Ой, сори, хотел не с этого начать. Куда-то у меня... Ну, ладно, давайте, я уж раз так получилось, начнем с этого. Я имею в виду, да, Витрувянского человека. Сейчас я попробую извлечь нормальный рисунок Леонардо да Винчи. Я не понимаю, куда... А вон он, просто, наверное, сверху. А у меня сразу такое безобразие вылезло. Современная версия, да? Да, суперсовременная версия. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что... Во-первых, во-первых, конечно же, сам по себе... Ну, вы знаете, не могу не прокомментировать, но надеюсь, что все знают, что... Это рисунок всего-навсего. Одна из самых известных работ Леонардо. Это рисунок в его записных книжках. И он постарался изобразить пропорции, которые вычитал в книгах римского архитектора Витрувия. Поэтому он витрувианский человек. Но, на самом деле, для меня, еще раз говорю, это идеальный рисунок того самого тела без органов. Потому что... Да Винчи, как и вся классическая психология, это чистая правда, рассматривал тело человека как отражение Вселенной. И одна позиция вписана в окружность, а вторая вписана в квадрат. Круг, само собой, вы понимаете, это совершенство, единство, вечность, полнота. Самая универсальная из всех геометрических фигур. Квадрат – это материальная сфера, а круг – духовная. И соприкосновение этих двух фигур с телом человека – это своеобразное пересечение человека, как точка пересечения материальной и духовной сферы в центре мироздания. Как у нас сейчас очень модно, рисовать в страшных количествах всякие разные пародии. Вот я уже теперь включал. Они тоже довольно точно передают суть дела. Витрувианский человек у Леонардо абсолютен. Это пересечение двух начал Вселенной. И именно так, собственно говоря, до начала 19 века никакой психологии не было. Психологию придумал Фрейд, несомненно. И хотя там есть по этому поводу споры, но реально то, что мы называем психологией, возникло из фрейдовского психоанализа. В первую очередь из его идеи о том, что психика – это отдельный орган. Что ее можно воспринимать нередукционно, в отрыве от мозга. И можно с ней оперировать. Отдельно. Ой. Паш, есть мое изображение? Как вы всех психотерапевтов и психологов делали? Вы, как говорится, пчелы против меда. Ну, я понял в конце. Есть трансляция? Да, напишите, пожалуйста, люди. Появилась, а тут только одна Наташа написала. Все, вроде бы мы вернулись. Не знаю, как это удастся потом. В записи. Давайте продолжим. Смотрите. Я надеюсь, вы ее не потеряли. Я хочу сказать, что что мы делаем с некоторым символом целостности, с витрувянским человеком? Мы начинаем начинять его атрибутами. Вот это тут прямо так замечательно видно. Ну, и надо же, в конце концов, улыбнуться-то чему-нибудь. Да? Там, я не знаю. Мы начинаем анализировать человека по кускам. Там, да? Пицца, диеты, бутерброды, пиво. Ну, короче говоря, мы начинаем наделять его атрибутами и рвать его на части. Брендами. Брендами. То есть, на самом деле, всякими понятиями и превращаемыми постепенно в духовные товары, которые эту самую человеческую целостность пугают. А смотреть на эту целостность и любить ее мы совершенно не умеем. И науки у нас нет, которая бы позволяла рассматривать субъекта как некоторую бесконечность. Я упомянул классическую психологию и, по-моему, прервалось на этом. Я сказал, что в 19 веке до, по крайней мере, наверное, середины 19 века психология была антропологией. Классическая психология исходит из того же, из чего исходил Леонард. Что человек – это образ и подобие Божье. Что атман – это брахман, а брахман – это атман. И что мы находимся в центре, в пересечении этих двух начал. А дальше задачей так называемой научной психологии стало разделение этого объекта на части. И начал тот же Фрейд, который сказал, что сознание – это, в общем, функция лебеды. Как бы, вот это основной механизм, основная энергия сознания. Ну, я сейчас про позднего Фрейда не буду, я всё это понимаю. И у Юнга тогда появился этот вопрос. И я хочу сказать, что лучше бы, если бы мы преподавали психологию, как вот искусство, взаимоотношение с целым. Потому что всё-таки искусство, оно сохранило вот этот оттенок своего божественного происхождения. Правда, от него создатель искусства не может избавиться. И тогда он, в общем, чувствует в любом человеке, который сидит напротив него, ну, по крайней мере, равного себе. Если он ощущает эту тайну, он может и терминами пользоваться. Только, правда, в качестве предположения, а не диагноза, если эти термины помогают его искусству. Они никогда не могут быть окончательными. Почему? Ну, потому что существует бессознательное. И если хотите, это и есть то самое тело без органов. А у Юнга это коллективное бессознательное, это, конечно, соприкосновение с вечностью. Как бы, потому что, если ты этого тела без органов, этого набора бесконечных потенциальных возможностей, которые есть в любом человеке, не чувствуешь, ты не психолог. Если ты пытаешься ограничить человека набором ящиков. Вот ведь превращение тела без органов. Понимаете, какая штука? На куски. То есть, можно здесь произвести такую аналогию, когда художник камень не видит скульптуру, а простой человек лишь камень, да? Еще раз не ему. Художник, давай возьмем художника, который в большом выбитном камне, да, в форме, где это было, видит скульптуру. Он видит уже образ, вначале. Это знаменитый анекдот про Микеланджело, да, которого... Мальчик спросил, что, дядя, ты делаешь с этим камнем? А Микеланджело сказал, что, ты знаешь, этот камень попросил меня извлечь из него женщину. Вот, я извлекаю из него женщину. Может быть, человек приходит на сеанс к нам, к терапевту, приходит и говорит, помоги не извлечь из меня лучшее я, да? Запущу трансляцию. Так. Есть у нас сейчас звук? Да, скажите нам, пожалуйста. Потому что мы уже запутались окончательно. Алло. Люди. Я пока трансляцию не вижу, пожалуйста. Запустите на слово. Напишите, пожалуйста, нам. Есть. Всё хорошо. Ну, в общем, тут это вот всё больше и больше трудностей со скайпом. Уж простите, пожалуйста. Потому что он, видимо, забирает на себя звуковой сигнал. Я хочу сказать... Хотел сказать одну простую вещь. Я вообще считаю, что надо приучаться. Чувствовать психологию как искусство. Потому что, к сожалению, мы пока не имеем и никогда не будем иметь, это невозможно, объективных знаний о человеческой психике. Или будем заниматься редукционизмом и рвать человека на честь. А сама позиция художника по отношению к другому человеку заставляет очень аккуратно что-то помогать ему самому извлечь из этого тела без органов. Из замечательного этого делёзовского понятия. А если мы пытаемся претендовать на науку, мы начинаем калечить. И можем вот эта наша Вавилонская башня разума претензий. Она может, видите, как на этой фотографии, и сама разрушится на части. Наша Вавилонская башня. Мои претензии разума. Но, к сожалению, она может также разодрать на части и другого человека. Но разговор об этих частях и диссоциации очень важный для меня сейчас. Потому что, как бы, наверное, в нём есть самая суть того, что мы сегодня называем психические болезни. Давайте продолжим 7-го числа, пятницу. Я обещал этот разговор. Просто мы вот с Пашей решили начать по-другому. И вот, к сожалению, тут всё время есть какие-то прерывающиеся вещи. Я хотел, во-первых, извиниться за то, что мы сегодня такие неловкие. Во-вторых, поблагодарить Павла. Потому что тема интересная. Обсуждать её надо. И можно бесконечно. И в-третьих, я могу даже ещё раз извиниться. Если в чём-то я был не до конца понятен. Ну, в общем, мне кажется, что в наше время нам, кроме ничего, кроме шизоанализа нашей резомы, нашей бесконечной зависимости от мнений других. И ничего, кроме поиска возможностей того самого тела без органов, которое в человеке существует всегда, не остаётся. И где-то там, где-то там в области искусства лежит подлинная психология, которую мы ждём. Ещё Паш, меня давно просят, я хочу попробовать сделать учебный курс. Я надеюсь, что вы меня тоже благословите. Чтобы попробовать для всех, тех, кто придёт на этот учебный курс, сформулировать и объяснить, что же я считаю главными основаниями человеческой психологии. И того, что, какие процессы главные должен учитывать помогальщик, художник по помощи. Я надеюсь, что я всё-таки решусь сформулировать такой цикл. И обязательно приглашу вас. И, может быть, даже в качестве соучастника. Спасибо большое. Очень приятно. Поможете? Если вам нужно, конечно, помогу. Нет, только радость. Конечно, нужно. Мне гораздо легче и интереснее разговаривать в режиме диалога. Простите за технические неполадки. И спасибо всем. Спокойной ночи. До свидания всем. Вам спасибо.